19-18 марта 2020 год у меня прогулка выходной прогулка моя должна пойти вот туда не знаю насколько у меня хватит сил погода замечательная ночью был дождик прохладненько не жарко за спиной у меня вот сбоку застава насосная станция кора а это что-то новое для каринской газ вот всем хорошего дня хорошего настроения чтобы все было замечательно и всем здоровья здоровья спокойствие и пусть нас обойдет коронавирус стороной надеюсь я дойду вот сюда вот сюда мне надо конкретно вот сюда а там уже как пойдет как будет настроение потому что время много уже время 12 я только выползла поэтому если все будет нормально поднимусь вот сюда если не нормально поднимусь только вот сюда поэтому вот так специально для леонида ушакова который раньше проживал и служил на погран заставе города текеля погран застава работает функционирует и вышка стоит все нормально привет из текеля накопитель на гидроэлектростанцию короче мне надо подняться вот сюда еще не поднялась она вверх тут забрела на такое интересное место и мне показалось что это место захоронения потому что вот эти камни прям они знаете так выложены как стена и вот в этом месте вот прям стена они один на один так четко выложены а в центре вот похоже на три захоронения раз два три очень похожи вот вот Продолжение следует... Вот такая красота поднялась повыше. Наконец-то я нашла то, что хотела. Я их ни разу не видела. Пришлось немножко намочить камень. Буквально сейчас ветер подует и они исчезнут. Потому что их очень тяжело увидеть. Надеюсь... Видно. Потому что мне в экран ничего не видно. Козел. Такое небо после дождя. Такие облака, они похожи на сладкую сахарную вату. Такие мягкие так близко. Догребла точно до середины пути. Что-то как-то медленное. Как черепашка поднимаюсь. Тяжеловато немножко. Но тут вот такие вот есть камушки. Музыка. 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 Коровы. Как же без них. Как же без них родимых. Ну вот. Красотки. Темпотяжки. Стой. Стоит. Жует. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо... с коровами чуть не пропустила вот я нашла их я нашла эти петроглифы рисунки вот верблюд такой он большой чуть выше там вот олень и вот внизу там лежат такие вот камень лежит а на камне вот такие рисунки я их очень долго искала я два года сюда не могла дойти вот такие тут шедевры это петроглифы это наскальные древние изображения животных это рисунки которые рисовали древние люди во времена палеолита и вплоть до средних веков самые старые рисунки по казахстану датируются вторым третьим веком до нашей эры до 20 тысяч лет назад этот верблюд просто поражает в казахстане очень много таких вот древних рисунков петроглифов вот у нас тоже есть они как бы мне не намокнуть не промокнуть наши рисунки конечно никто не изучал но я думаю что они очень старые я дошла до своей намеченной точке правда что-то как-то длинновато я шла долговато должны быть в рисунке много рисунков погодка портится а мне еще спускаться тут конечно вид шикарный открывается очень много древних рисунков много петроглифов сейчас пойду попробую поснимаю они немножко высоковато но надеюсь мои салфи палки хватит многие петроглифы казахстана открыты в 1957 году экспедиции анны григорьевны максимовой дальнейшие исследования в этом направлении проводились под руководством алексея николаевича марьяшева советского казахстанского археолога доктора исторических наук если присмотреться вот тоже видно рисунки довольно таки и большое количество рисунков здесь у нас красота красота красотища высоко далеко вот она моя боярка до которой шла три часа такая жажда к жизни у растений тут одни камни тем не менее она растет интересные такие вымой теперь мне надо как-то спуститься как это сделать так вопрос вот повернулась а тут тоже рисунки плохо видно только издалека вблизи вообще ничего не видно и вот такой интересный камень что это за камень что это за вкрапления такие интересные непонятно жеребец пометил территорию григорьевны